Игра в Майнкрафт, различные рубрики, также смешные видео, все это вы сможете найти на канале Файзер Геймс. Секунда, чтобы зайти подписаться и также посмотреть некоторые его видео. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Как делишко, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем рассматривать топ 5 вещей, предметов, инструментов для похода, для того, чтобы собраться в веселой компании вместе с друзьями и зайти в какой-то стрёмный лесочек и попытаться не только выжить, а просто посидеть возле костра на каком-то бревне вместе с гитарой с веселой дружной компанией. Да, ребята, всё это мы сможем сделать и посмотреть, как это будет выглядеть в этой серии. Ну что, я бы вас очень сильно хотел попросить, не забываем ставить лайки, ведь, ребята, каждый ваш лайк для меня очень важен, я вам честное слово говорю. И как только мы набрём 1200 лайков, выходит новая серия без модов. Поэтому, если вы хотите новую серию как можно быстрее, всё, что вам нужно, это поставить лайк. Вы думаете, это не так важно? Но это действительно важно, потому что секунда, чтобы поставить лайк, но эта секунда сможет изменить немного мою жизнь в лучшую сторону, потому что я люблю своих подписчиков. Кстати, там в уголку есть кнопочка подписка, если ты также подпишешься, что тебя отнимет тоже одну секунду, я тоже буду очень рад. Если ты думаешь, что я смотрю это видео, допустим, и это не так уж и важно, подписан я или нет, то ты ошибаешься, потому что каждый подписчик мой друг, и я приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я действительно буду этому очень сильно рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну вот, ребята, у нас утро, и чтобы подготовиться к выживанию к следующей ночи, нам нужно подготовить ловушки, спальный мешок, костёр, чтобы отпугивать всякую нечистую силу и, в принципе, многое другое. Чего мы начнём? В первую очередь, как обычно, нам нужно выдать себе командный блок, потому что это всё-таки серия без модов. И без командного блока мы, в принципе, никак тут не обойдёмся. Выдаём мы вот такой командой, ставим его куда-то в удобное вам место. Вписываем в него вот такую команду. Если у вас в чате появилась вот такая небольшая сказочка, это означает то, что команда была успешно установлена. Кстати, команда работает на версии Майнкрафта 1.8+. Не меньше, не больше. Поэтому, ребята, если вы хотите установить команду, и чтобы она нормально работала, нужно устанавливать вот такую версию Майнкрафта. Ждём, пока это всё установится. Ждём, 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 ждём. И, что самое главное, нужно возле этой махины, машины, назвать и как угодно, прописать вот такую команду, чтобы она работала на любом участке в мире Майнкрафт, даже за пределами мира. Но, ребята, всё. Если у вас появилась вот такая коробочка, значит, всё. Всё прошло успешно, и машина была успешно установлена. Сейчас бы ещё найти местечко, где я подготовил, а то я уже немного потерялся. Вот тут оно, вот тут оно должно быть. Да, ребята, вот, допустим, мы заврели в тёмный густой лес. И как нам выжить? Какие предметы нам нужно сделать для того, чтобы выжить? В первую очередь, нам нужно сделать себе спальный мешочек. Как он делается? Нам нужно три... Три шерсти. Именно коричневые. Именно три коричневые шерсти и три нитки. Можно и так сказать, да? Что нам нужно? Нам нужно выкинуть это всё на землю. Вот так. И у нас появляется Слиппин Бэк. Как вы видите, мы его давайте сейчас немного размножим. Вот так и вот так. Потому что давайте представим, мы пошли с компанией друзей, да? Допустим, хотя даже почему с компанией друзей? Давайте мы пошли с девушкой, да, ребят. И поэтому нам нужно два спальных мешка. Давайте мы будем спать где-то, ну, допустим, где-то вот тут. Вот тут, только нет. А знаете что? Давайте не вот тут. Кстати, я сразу же вам покажу, как удалять. То есть, вот смотрите, как это всё удаляется. Вот так. То есть, у нас выдаётся два предмета. Слиппин Бэк, то есть спальный мешок. И удалить Слиппин Бэк. То есть, удалить вот этот спальный мешок. Ставим его, допустим, вот сюда. И ставим его вот сюда для нашей девушки. Допустим, воображение, то, что мы пошли одинокий, воображает, что у него девушка в Малькрафте. Ладно, но всё же, ребята, допустим. Что самое главное, давайте посмотрим, чем он крут. В первую очередь вы можете на него сесть и смотреть, как это круто будет выглядеть. Но во вторую очередь, ребята, во вторую очередь время будет проходить незаметно. Посмотрите на солнце. То есть, это даже лучше, чем кровать. Потому что вы можете сидеть на спальном мешке и смотрите, как быстро будет проходить время. То есть, вы можете просто так убивать время. Это действительно очень даже круто. Но это ещё не всё, ребята. Мы приступаем к следующему. Это уже, я не знаю, можно удалить или можно вот сюда поставить. Мы приступаем к следующему предмету, который нам нужен для того, чтобы выжить в тёмном страшном лесу. Что это такое? Это капкан. Ловушка, допустим, вот. Биртрап. То есть, она называется ловушка для медведя. Но, по сути, это капкан. Это не только для медведя, а для кого угодно. Давайте посмотрим, что это такое. Ставим на землю. Ставим на землю. На землю. На землю. Это ловушка. Да, это капкан. И кто думает, что она не работает, вы ошибаетесь. Потому что она действительно работает. И давайте посмотрим, как она работает, ребята. Допустим, призываем корову и толкаем её вот туда. И смотрите. Всё. Она застряла в капкане. Она больше оттуда никогда не вылезет. Допустим, давайте ещё раз. Всё. Всё. И... Иди сюда. Иди. Да-да-да-да. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Забегай. 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 Давай. Давай-давай-давай-давай. Не хочет. А если мы ещё одну заспаем? Во. Что самое прикольное, вы просто-напросто можете окружить. Окружить вас вот так этими капканами. И к вам вообще никто никогда не подойдёт. Да, ребята, потому что даже если какие-то мирные животные к вам надумают приблизиться, они просто словятся в капкане. И для вас это можно сказать. Это... Это свободный, то есть это бесплатный хавчик. Всё. Всё. Словились животные. Вы пришли, забрали их ресурсы, забрали их предметы, забрали еду. И просто-напросто вас даже никто ночью не тронул, потому что они попались в ловушку. Да. Но вы думаете то, что сейчас ловушка уже использована, капкан использован, и вы больше никогда не сможете его использовать. И, ребята, нет. Я вам скажу то, что вы сможете его использовать. Но для этого нужен специальный рычаг. Давайте я вам покажу, как его делать. Это обычный рычаг. Вам нужно зайти в наковальну и переименовать обычный рычаг в трэп левер. То есть в рычаг-ловушку, можно и так сказать. Нам не нужно кликать по ловушке. Нам просто-напросто нужно пройтись по ловушке, когда у нас вот этот рычаг в руке. То есть вот так это все делает. Чтобы его не выкидывать, чтобы потом его обратно не создавать, давайте поставим его где-то рядом на всякие пожарные. Вот сюда трэп левер он у нас будет туда же называться. И когда нам нужно будет прийти и, допустим, заново, заново расставить капканы, потому что давайте мы их даже удалим. Remove traps. Вот. 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 И вот так. Потому что, допустим, тут не очень хорошее место для того, чтобы расположить капкан. Допустим, где-то вот тут. Вот тут. По всем сторонам, знаете, допустим, ночью... Охрененный спам. Если, допустим, ночью к нам будет подкрадываться какой-то волк, или скелет, или зомби, или кто-то еще хуже, допустим, крипер. Вы просто расставляете вот эти капканы везде, где только можно. Вот сюда поставили. Вот сюда поставили. Вот сюда поставили. И вы, можно сказать, уже в безопасности, потому что к вам, ну, никто даже не сможет приблизиться. Это действительно очень круто. Это, в принципе, мы уже можем даже удалять, 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 удалять. Приступаем к третьему предмету. Что это такое? Это, ребята, костер. Смотрим, как он крафтится. Три палочки и одна зажигалка. Кэмп фаер. Это офигенная штука. Это действительно офигенная штука. Потому что... Давайте немного расчистим вот тут. Смотрите, как это круто выглядит. Да, только давайте я немного это убавлю, потому что все-таки звуки неприятные. Как это круто выглядит? Это действительно настоящий огонь. Он окружен, знаете, даже как в реальной жизни. Я был. Вот, ребята, мне интересно, любите ли вы походы с друзьями? Допустим, куда-то в лес с палатками. Любите ли вы вот это дело? Я был, можно сказать, только один или два раза. И то в далеком детстве это было где-то лет... Ну, врать не буду, но где-то 9-10 лет назад. Даже чуть-чуть больше. Я бы, если честно, это хотел повторять хоть раз в месяц, хоть раз в пару месяцев. Вот сейчас, когда уже взрослый, загрузить все в машину, сесть в дружной компании и поехать куда-то. Даже на то же озеро, да, где-то там лес. Это прям, знаете, какая-то пятница 13-ая, нафиг. Еще Джейсона не хватает с маской и мачете. Но все уже где-то на озеро. Какой-то лес. Не нужно домик, просто куча палаток, костер, шашлыки, бревна вокруг, чтобы сесть. Дружная компания ночью, посидеть, поговорить. Ух, как я это люблю. Ну, так мне этого не хватает. Ребята, вот напишите в комментарии, любите ли вы это. Мне действительно будет интересно прочитать ваши комментарии и узнать, сколько вообще людей любит выбираться за город и в лес вообще в путешествия, в походы. Это действительно будет очень даже круто. Вот так, ребята, у нас делается костер. Но, если, допустим, он вам надоел, как его убрать? На него нужно не вылить, а кинуть в него ведро с водой. И тогда он уберется. Тоже круто. Но, давайте мы сейчас будем это все сочетать. То есть, мы сейчас сделаем, смотрите, что мы сделаем. Мы сделаем бревно. Да, бревно. И поставим его, допустим, куда-то, ну, куда-то, нет, не вот сюда, а допустим, а у нас оно может удалиться или нет? Вот, допустим, вот сюда мы поставили, да? И, допустим, один, два, три. И вот сюда. Тогда нам немного вот это нужно будет убрать. Вот. И поставить куда-то, куда-то вот сюда возле, возле, твою мать, возле дерева. Я не знаю, как это убрать, честное слово. Допустим, сейчас. Допустим, вот тут под деревом у нас будут спальные мешки. Вокруг у нас капканы, чтобы нас никто не потревожил ночью. И также мы охраняем трэп левер. То есть, мы спим и прям видим, смотрим вот так, чтобы никто его не свистнул. Или, допустим, у нас тут будут какие-то даже предметики. Это кто тут умер? Я как-то не понял. Ну, допустим, где-то вот тут у нас будут предметики. А, я не знаю, вот алмазики мы добыли с собой. Бабло взяли в поход. И поставили вот сюда. И мы тут ночью спим, лежим и охраняем наши предметы. Да, ребята. А тут мы сделаем кемпфайр. И что самое прикольное, ребята. Да, что самое прикольное. Мы можем сесть на вот это бревно и посидеть возле костра. Вот как это круто выглядит. Вот смотрите, ребят. Вот. Это офигеть, как круто выглядит. И что самое главное, это бревно двухместное. Оно, ребята, двухместное. То есть, вы можете встать и сесть с левой стороны. Встать и сесть с правой стороны. То есть, вы можете возле этого огня костра посидеть вчетвером на вот этих двух бревнах. Это реально очень даже круто. Спальные мешки, капканы, бревна, костер. Что-то еще не хватает. Не хватает, ребята, основного предмета, которого вам действительно не будет хватать в вашем путешествии, в вашем походе. Это, конечно же, рюкзак. Без рюкзака вы не сможете не притащить ни еду, ни нужные вам предметы, ни туалетную бумагу, если там приспичит. Но все же, смотрите, как это делается. Нам нужно выкинуть три нитки и пять кожи. Только кожи кролика. Да. И смотрите, что у нас появляется, ребята. Смотрите, что у нас появляется. У нас появляется бэкпак. Только бэкпак у нас появляется на земле. Ух, нифига себе, я дюпнул. Дюпальщик читер нафиг. Не знаю, как у меня это получилось. У нас бэкпак. Вы также можете его переносить в инвентаре. То есть вы переносите, переносите, переносите. Допустим, дропнем мы его куда-то вот сюда, возле нашего... Вот. Возле нашего... Только он куда-то в жопу дропается. Вот так. Возле нашего спального мешка. Вот это наш рюкзачок. Допустим, представим. Что нам нужно? Допустим, у нас... Я опять его дюпнул. Нифига себе. У нас есть много всяких вот ресурсов, да. Мы добыли всякие вот. Вот, 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 вот. Мы это все добыли, добыли, добыли. И нам нужно это все сохранить, да. Мы... Твою мать. Клацаем на вот этот бэкпак и... Перетаскиваем все внутрь. Если нам нужно его поднять... Я опять его дюпнул. Если нам нужно его поднять, мы просто встаем. Клацаем shift. И он у нас поднимается. И см... А мне интересно, я его так дюпнул, что даже с вещами дюпнул? Или вот этот... Хрен его знает. Хрен его знает. Смотри, я дюпаю бэкпаки, ребята. Офигеть. Но, саму суть вы поняли, как это все работает. То есть, у нас... О, ночь. У нас есть костер. У нас есть бревна. У нас есть спальные мешки. Что самое главное, у нас есть ловушки. Чтобы никакие там... Вот. Чтобы никакие там заразы к нам ночью не подобрались и не захотели нас убить. Потому что мы все-таки действительно, как в том фильме, где-то возле озера. Где-то ночью. Темная ночь с этим текстурпаком. Она еще намного темнее. Возле озера. Я говорю, сейчас прям Джейсон придет. Где-то тут за дерево вылезет с мачете. И... Ну что, зараза? Не ожидали. И убьет нас. Но мы все же попытаемся убежать. Ну вот, ребята, что у нас получилось. Это все, что у нас получилось в этой серии. Как вы видите, это действительно очень даже круто выглядит. Вот если так вот сочетание вот это все взять, смотри, как это реально круто выглядит. Поэтому, ребята, я еще раз напомню вам то, что в описании есть ссылочка на эту команду. Заходите, заходите, копируйте и играйте с нею. Да, ребята? Играйте, наслаждайтесь с вашими друзьями. Потому что это действительно очень даже круто. Это без мода, но все же веселье полные трусы. Да, ребята, я еще раз вам скажу то, что эта команда работает на версии 1.8 Майнкрафта. Не перепутайте, потому что многие пишут, что, допустим, Эдисон, я установил команду, но она у меня не работает. Может, вы просто-напросто не ту версию установите. Да, ребята. Поэтому, еще раз скажу, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Ведь если мы набрем 1200 лайков, то выходит сразу же новая серия в Майнкрафт без вводов. Также, ребята, в первую же очередь это действительно очень неприятно. Потому что каждый лайк дает мне большую мотивацию для записи новых видео. Секунда, ребята, чтобы нажать на эту кнопочку. Ну, здрасте, свинка. Но за эту секунду вы действительно, мало того, что ускорите выход новой серии. Может, даже ваш лайк повлияет на ее выход и когда она выйдет. И также, если вы просто хотите, если вот ты хочешь мне приятно сделать, все же тебе нужно это поставить лайк. Набираем 1200 лайков, выходит новая серия. И подписаться на мой канал, ребята. Там в уголку есть кнопочка с надписью подписка. Я также буду очень сильно рад, если вы за одну секунду нажмете на вот эту кнопочку и подпишитесь на мой канал. Многие люди просто думают, что вот смотрю я его видео, но мне лень подписаться. Как-то можно перебороть эту лень за одну секунду, чтобы подписаться. Но прям сделать нереально приятно человеку. Потому что каждый подписчик для меня очень важен. Прям очень, ребята. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. И каждый подписчик для меня как друг. Я реально отношусь к вам как к друзьям. Я с вами общаюсь на протяжении всего видео. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, все, что тебе требуется, это просто подписаться. Я прям сильно буду этому рад. Да, ребята, я еще раз скажу. Оставляйте свои комментарии. Любите ли вы походы? Любите ли вы вообще с друзьями выезжать? Выходить куда-то? Уходить за город, допустим, на озеро летом. Или зимой куда-то там на санках кататься. Или вообще в походы. Я действительно буду... Кто-то там словился, ребят. Когда вот такой звук, значит кто-то там в лаву. Вот, свинюшка, славитесь. Костерчик есть, свинюшка есть. Шашлычки, шашлычки сейчас будут. Или что-то другое. Ребята, действительно пишите в комментариях. Мне будет очень интересно это почитать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.